Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья, коллеги. Меня зовут Татьяна Степановна Гузун. Я детский врач-стоматолог, главный врач детского отделения в Дентал Фэнтези на проспекте Мира. Сегодняшняя тема прямого эфира – это коронки на молочных зубах и на постоянных зубах у детей. Почему мы решили все-таки поговорить на эту тему? Поэтому встречаем очень часто на приеме удивление родителей, почему в таком маленьком возрасте все-таки нужно восстанавливать зубы детям с помощью коронок. Поэтому сегодня мы ответим на самые частые вопросы родителей в связи с коронками на молочных и постоянных зубах и расскажем, какие есть виды коронок, когда они показаны. Один из самых частых вопросов, почему все-таки мы выбираем восстановление зуба коронкой. Это происходит по определенным показаниям. То есть каждое лечение имеет определенные показания для проведения манипуляции. Как спасти сильно разрушенный молочный зуб с помощью коронки? Конечно, если зуб имеет обширные повреждения кариесом, если у зуба повреждены две и более поверхности крезным процессом, тогда показана коронка. Какие самые частые еще встречаются показания для коронок? Это зубы с гипоплазией, с пороками развития, когда происходит несовершенный дентино- и амелогенез. Что это такое? Это неправильное развитие твердых тканей зуба. Еще, конечно, из показаний, это гипоплазия шестых постоянных зубов. Когда мы еще рекомендуем восстановление коронками, тогда, когда лечим зубы по диагнозу пульпит. Это делается в целях того, чтобы максимально сохранить большой объем тканей и исключить какие-то последующие травмы, сколы, ослабленного зуба. В принципе, это самые частые показания к коронкам. Какие мы используем коронки в Dental Fantasy? И из чего они и сделаны? Мы используем коронки металлические, стандартные, а также индивидуальные коронки. Какая разница есть между стандартными и индивидуальными коронками? Стандартные коронки – это уже готовые наборы коронок. Обычно используются металлические коронки для жевательной группы зубов. И белые коронки используются обычно для фронтальной группы зубов. Это либо металлокомпозит, либо цирконевые. Это про материалы. Но мы, конечно, подробно сегодня вам покажем каждый вид коронок. Что я бы хотела рассказать про стандартные коронки? Почему все-таки детские врачи их рекомендуют и всегда используют? Потому что, во-первых, это довольно быстро можно применять. Потому что на детском приеме есть определенные ограничения во времени. То есть невозможно восстанавливать коронкой как взрослому пациенту зуб. Почему? Потому что если это сделать как взрослому пациенту, у кого был такой опыт, знают, что это несколько посещений, это довольно длительные приемы, это работа не только с врачом, но еще и с лабораторией. То есть это снятие слепков, отправление технику в лабораторию. Тот изготавливает коронку, после этого происходит примерка и только после уже фиксация. Для того, чтобы не было столько посещений, используются стандартные коронки, которые уже изготовлены. И просто на приеме за короткое время врач препарирует зуб, то есть убирает определенный объем ткани и зуба, чтобы была возможность одевать коронку. Коронка подбирается по размеру. То есть эти коронки стандартные имеют определенные размеры, и врач уже определяет, какой из них индивидуально подходит зубу, который он будет лечить. Какие есть коронки? Это металлические стандартные коронки, они из нержавеющей стали. Это прочные коронки, которые применяются в жевательной группе зубов. Вы сейчас увидите, что они имеют анатомическую форму, идентичную зуба. Имеют разные размеры, то есть это целый набор. Из набора выбирает доктор размер. Все коронки маркированы. Здесь указана сторона, то есть левая и правая сторона, верхняя челюсть либо нижняя челюсть, и номера указывают размер зуба. Такие же коронки используются не только для молочных зубов, они используются и для постоянных шестых зубов в случае гипоплазии эмали. Тогда, когда есть такие обширные разрушения, и кроме гипоплазии присоединился в зуб еще и кариес. Такие кейсы позже мы еще вам покажем. Какие еще есть коронки, которые используются на детском приеме? Это металлокомпозитные коронки. Они имеют каркас из металла, и облицовку, и жевательная поверхность изготовлены из композита. То есть это белая вот такая облицовка. Они более эстетичны, но у них есть один минус. Это то, что данное покрытие может сколоться при сменном прикусе, когда нагрузка меняется из-за того, что и прикус у ребенка меняется. То есть ребенок растет, все у него во рту будет меняться. Нагрузка, если жевательная, большая, то, соответственно, может произойти скол. Такие же металлокомпозитные коронки используются и для фронтальной группы зубов. Это такой же металлический каркас. Вы увидите здесь маркировку, то есть размер на какую сторону, для какого зуба, для какой группы зубов будет использована данная коронка. Данная облицовка тоже из композита. Эта облицовка позволяет делать вот эти коронки более эстетичными, потому что улыбка, фронтальная группа зубов это довольно важный момент. Почему? Потому что дети должны социально адаптированы быть в обществе. И это им придает больше уверенности, когда у них белая красивая улыбка. Ну, как и у взрослых, да, тоже нравится, когда у них белые красивые зубы. Какие есть еще коронки? Это цирконевые коронки. Они еще более красивые. Почему? Потому что они полностью светлого белого цвета. Также они имеют маркировку, они распределены по размерам в наборе, и они применяются также для восстановления фронтальной группы зубов. Насколько возможно применить одну или другую коронку, решает врач-стоматолог. Почему? Потому что очень многое зависит от условий, которые есть в полости рта. То есть клиническая ситуация, если позволяет, соответственно, доктор будет применять вот такие коронки, белые красивые, которые не имеют металлического каркаса, и в случае, если нет клинических возможностей показаний к применению этих коронок, то врач, конечно, вас будет информировать о том, что лучше применить все-таки металлокомпозит. Какие еще коронки есть в Dental Fantasy? Это индивидуальные коронки. Что это значит? Это случаи, когда можно сканировать полость рта от препарированной зуб. Что это такое? Это новые технологии, которые позволяют не снимать слепки пациенту. То есть после того, как доктор делает препарирование зуба, есть специальный аппарат, который позволяет брать с помощью, так скажем, цифровые такие размеры, для того, чтобы отправить в лабораторию, где умные аппараты под контролем техника изготавливают коронки именно для данного пациента. То есть поэтому они индивидуальны. Они точно под те зубы тот пациент, который находится в кресле. Также мы изготавливаем такие коронки для подростков. И, конечно, если это более взрослый ребенок, что я имею в виду? Это подросток, который не нуждается в какой-то адаптации или не имеет сложности в коммуникации с медицинским персоналом, то можно использовать обычный путь изготовления индивидуальных коронок. Это препарирование, снятие слепков, работа с лабораторией. И после этого классические этапы, примерка фиксации. То есть почему все-таки детский прием больше на детском приеме больше восстанавливают зубы уже готовыми коронками, потому что у детей время концентрации внимания довольно ограничено. И, конечно, они не могут долго находиться в кабинете, в кресле стоматолога. И в данном случае самый оптимальный вариант это все-таки восстановление вот такими готовыми коронками. Просто нужно подобрать размер и дать шанс зубу, чтобы он функционировал до смены физиологической данного зуба. Поэтому мы очень часто встречаем такой вопрос. Мешают ли коронки при смене зуба? На самом деле зуб будет качаться вместе, коронка будет качаться вместе с кульчой зуба. И это произойдет физиологическим путем, когда будет рассасываться корень молочного зуба. Так же выпадет, как и обычный здоровый молочный зуб. Почему оставят железные коронки, мы уже с вами обсудили, потому что это быстро, это надежно. Надежно, потому что только так можно сохранить функцию жевания жевательной группы зубов. Только иногда так можно сохранить фронтальную группу зубов. Применяем металлические, металлокомпозитные коронки. Какие еще у нас частые вопросы бывают? Это больно ли ребенку, когда устанавливают коронки? Коронки. На самом деле, эта процедура происходит под местной анестезией. Если есть необходимость, применяется закись азотокислородная седация. Конечно, коронки ставятся и при лечении детей в общем наркозе. Но на приеме обычном, не применяя закись и общую анестезию, конечно, под местной анестезией это делают доктора, практикуют каждый день. То есть без каких-то дополнительных седативных средств. Мешают ли коронки, когда восстанавливают зубы таким путем? На самом деле, всегда подбирается правильно размер коронки, так, чтобы это не мешало ни соседним зубам, ни при закрытии рта ребенку, чтобы ему было максимально комфортно жевать. Часто мы встречаем такие вопросы, если зуб сильно разрушен, будет ли держаться коронка? Это, конечно, определяет только доктор, насколько зуб потерял ткань. Все зависит от объема разрушения данного зуба. Если доктор определит, что можно восстанавливать и сохранить зуб с помощью коронки, он, конечно, вам об этом сообщит. То есть вернусь к тому, что это все-таки должны быть клинические показания к применению коронок. Сейчас хочу поделиться с некоторыми нашими клиническими случаями. Это будут клинические случаи наших докторов, которые активно применяют коронки на детском приеме. Будут кейсы с металлокомпозитными коронками, будут примеры с металлическими обычными. И, конечно, будут несколько кейсов с коронками у подростков. Первый кейс, то есть клинические случаи, это эту работу выполнил наш детский врач-стоматолог Золотова Александра Сергеевна. Я думаю, на фото выше вы увидите, насколько разрушены молочные зубы у ребенка. И только с помощью коронок такой объем разрушений можно было восстанавливать. Вы на данном примере увидите, что жевательная группа зубов, которые при улыбке не видны, их можно реставрировать с помощью металлических стандартных коронок. Те зубы, которые видны по фронтальной зоне в данном случае, смогли спасти только клыки. Это металлокомпозит. Это вид уже на осмотре, когда вы можете увидеть, что десна совсем от этого не страдает. Спокойно бледно-розовая десна в области всех коронок. И соответственно вы можете убедиться в том, что иногда без коронок невозможно спасти зубы. На данном слайде вы увидите клинический случай нашего замечательного детского доктора Муртазина Ксения Рашидовна. Ксения Рашидовна здесь восстановила три зуба с помощью металлокомпозитных коронок. Вы здесь увидите разрушенные два центральных резца. Данная работа, как и предыдущая, выполнена в условиях общего обезболивания. Здесь были восстановлены данные зубы с помощью металлокомпозитных коронок, которые ранее я вам уже показала. На этом фото хотела показать клинический случай Золотова Александра Сергеевна, где есть жевательный зуб, который восстановили с помощью стандартной металлической коронки. И другой зуб восстановлен металлокомпозитной коронкой. Здесь есть пример и одной, и второй коронки. В случае, если четверка находится в зоне улыбки, конечно, можно применять более эстетичную красивую коронку. Здесь представлен кейс доктора Муртазина Ксении Рашидовна. Восстановление четырех верхних резцов. Данная работа выполнена в условиях общего обезболивания. Данные коронки это цирконевые коронки. Вы видите, второе фото, это уже на смотре. То есть ребенок здесь вы увидите, что немножко все-таки отличается по размеру этот зуб, как будто он немножко ниже. На самом деле просто уже происходит смена данного зуба и он подвижен. То есть качается этот зуб с коронкой вместе с ключей зуба. И все произойдет физиологическим путем. То есть естественный процесс. Что вы увидите на данном кейсе? Это тоже работа Ксении Рашидовны. Вы увидите, что мы применяли для восстановления передней группы зубов цирконевые коронки. Это фото, да, оно некрасивое, потому что десна немножко более травмированная, она кровит. Но это фото сделано сразу после лечения. Вы выше видите, как выглядит десна все-таки после того, как восстанавливается десна. данный клинический случай это мой пациент, это подросток, которому мы восстанавливали шестой зуб. Степень разрушенности вы здесь увидите. Данная коронка была изготовлена путем катка. Что это значит? Это цифровые коронки. в данном случае мы сканировали зуб и не пришлось снимать слепки, потому что ребенка был негативный опыт и конечно снятие слепков это не самая приятная процедура, несмотря на то, что он другой объем лечения все-таки выдержал. Данная коронка довольно функциональна и красива тем, что цвет не отличается от остальных зубов пациенту 9 лет и в принципе на этом фото вы видите данную коронку в динамике через какое-то время. Очень часто у подростков именно шестые коренные зубы разрушаются стремительно быстро и первые зубы постоянно которые покрываются коронками это все-таки шестые постоянные зубы в данном случае мы восстанавливали пациенту 13 лет зуб с помощью коронки но здесь был применен классический метод то есть мы снимали слепки отправляли технику для изготовления коронки вы здесь видите коронку уже после фиксации да эта работа похожа очень на взрослую ортопедическую работу но ребенок мальчик нам позволил это сделать другой шестой постоянный зуб который мы восстанавливали с помощью коронки это композитная коронка которая также довольно красиво по цвету мы это все подбираем вместе с техником здесь вы увидите фото уже в динамике что значит фото в динамике это фотография сделанная через какое-то время пациенту для оценки состояния коронки мягких тканей которые окружают зуб также мы делаем и рентген контроль но мы сегодня не будем разбирать рентген снимки а только фотография в данном случае хотела показать что для постоянных зубов мы используем и металлические стандартные коронки видно на этой картинке видно насколько разрушен зуб из фотографии была только фотография которая сделана с помощью микроскопа вы здесь увидите что сохранена эта стенка и то есть сохранены две стенки это язычная неполноценная и щечная стенка вот эти боковые стенки они были сильно разрушены данный зуб мы восстановили с помощью коронки иногда мы ограничены в каком-то методе то есть использование какого-то метода почему это очень зависит от кооперативности ребенка то есть от готовности ребенка к манипуляциям если есть ограничения то тогда выбор все-таки за металлической стандартной коронкой повторюсь что это довольно быстро можно сделать то есть восстанавливать зуб коронкой чем даже иногда реставрации из композитного материала что я имею ввиду это обычным языком значит пломба иногда пломба занимает больше времени чем постановка коронки металлической стандартной здесь вы тоже увидите что это повторяет анатомическую форму зуба и так как это жевательная группа зубов зуб дальний он его не видно во время улыбки то есть когда ребенок улыбается это никак не отразится на эстетику улыбки самое важное здесь сохранение функции зуба то есть функции жевания и данные коронки они самые прочные и надежные сейчас я думаю мы можем переходить к нашим вопросам да Катерина наверное будет читать я буду отвечать так скажу случаи расцементировки были у вас у меня лично не было такой истории но эти случаи так скажем бывают я думаю расцементировка такое слово которое используют только врачи наверное вопрос подскажите пожалуйста после лечения зубов как избежать вновь кариеса помимо соблюдения правил гигиены приемов и приемов пищи стоит ли сдавать анализы на нехватку витаминов или может что-то другое начнем с того что профилактика кариеса да самые основные моменты это конечно работа над домашней гигиеной полустирта правильный подбор индивидуальных средств гигиены домашней и работа над питанием да потому что в современном мире есть очень много кариесогенных продуктов как вы можете еще избежать вот такие неприятные вещи как появление кариеса это своевременные осмотры у врача-стоматолога если идет речь о детях то это раз в 3 месяца взрослый может посещать врача-стоматолога в целях профилактики раз в 6 месяцев лучше вы будете выявлять какие-то проблемы на начальном этапе развития и вам доктор предложит уже какие-то методы да не такие эвазивные как коронка и так далее да этот вопрос очень хороший я скажу почему потому что очень часто коронка выбор на коронку делается врачом если в полости рта есть довольно активный кариозный процесс ну это значит что почти в каждом зубе находится какая-то проблема ну то есть есть много процессов кариозных в полости рта и для того чтобы избежать полностью разрушения этих зубов лучше их покрывать коронкой потому что на коронке у вас не будет кариеса но это не значит что нужно покрывать все зубы коронками чтобы во рту не было кариеса да еще раз повторюсь очень важны показания каждая клиническая ситуация всегда доктор ее оценивает индивидуально и после этого вам выдает уже вердикт как лучше поступить и если вы будете посещать вот раз 3 месяца детского стоматолога в целях профилактики вы будете проводить своевременно профилактические гигиены конечно вы можете избежать появления каких-то обширных кариозных процессов или вам доктор предложит щадящие методы лечения кариеса на начальном этапе развития так ну пока больше вопросов от родителей не было пока подождем сейчас в принципе в интернете есть очень много информации вы я думаю сейчас находите в том же инстаграме очень много публикаций про коронки на молочных зубах на постоянных зубах детей и на самом деле уже это не является всегда новостью но все равно встречаем удивление на лице родителей когда озвучим что вот данный зуб нужно все-таки восстанавливать коронками поэтому если есть вопросы лучше их задавать и обращаясь сейчас к родителям потому что очень часто на таких эфирах почему-то больше вопросов задают доктора но хочется конечно вопросов и от родителей помочь им разобраться в этой сложной теме сейчас Екатерина не появилось пока нет вопрос нет 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас просто цели нет сегодня обучать докторов, а есть цель все рассказывать родителям Есть что-то от родителей, Екатерина? Нет, пока нету М-м-м 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 Спасибо. Вам спасибо, что вы рядом. Ну вот тут вопрос, но мы все рассказывали. Расскажите о коронках на фронтальные зубы. Ну вдруг вы не увидели в самом начале презентацию наших коронок. У нас есть на фронтальной группе зубов металлокомпозитные коронки. Покажешь, да? Вот здесь на этом фоне. Смотрите, здесь каркас металлический. А облицовка, то есть вот передняя часть покрыта вот такой композитной облицовкой. И вот данная коронка тоже довольно прочная. Она имеет вот такую маркировку, повторюсь. Потому что все коронки, они имеют несколько размеров. И в зависимости от размера зуба, доктор выбирает индивидуально для определенного зуба размер коронки. Другой вид коронок, это вот такие цирконевые красивые коронки. Они полностью белые. Вот такие красивые и блестящие. То же самое. Они уже в котовом виде разных размеров. И также врач уже только выбирает размер, подходящий для определенного зуба, который он лечит. Такие же металлокомпозитные есть и на жевательных зубах. Напомню, минус единственный. Это то, что может сколоться облицовка. Почему все-таки встречается больше скола данных коронок на жевательной группе? Потому что все-таки больше нагрузки идет на жевательную группу. Мы жуем больше все-таки жевательными зубами. А на передних зубах особо мы не встречаем каких-то сколов вот этой облицовки. Потому что передние зубы, на них нет такой максимальной нагрузки, так скажем, жевательной. А в остальном самые вот такие надежные, это классические вот такие металлические коронки из нержавеющей стали. Это сплав никель-хром. Кстати, очень редко противопоказаны металлические коронки металлокомпозит. Только в случае, если есть аллергия на металлы. Но я думаю, в современном мире все знают, что на металлы встречаются аллергические реакции очень-очень редко. Поэтому еще часто очень бывают вопросы от родителей. Можно ли делать МРТ? Если есть во рту у ребенка коронка из хром-никеля, то есть нержавеющей стали. В литературе по поводу данных обследований описано, что есть искажение данных обследований только в случае, если есть медь и золото в сплаве. То есть металла. А хром-никель особо каких-то искажений не дают. То есть сплава металлические. Как фиксировать коронки, если жевательные зубы еще полностью не прорезались? Для этого есть определенные условия, которые создают для этого врач. Опять же, я думаю, этот вопрос больше от доктора. Но если это от родителя, то доктор вам сообщит, насколько возможно восстанавливать данный зуб коронкой. Или все-таки это будет выбор композитной реставрации, то есть пломбы. То есть доктор определит по ситуации. Потому что есть разная степень недопрорезывания зубов. Больше вопросов нет. Пока что давайте чуть-чуть подождем и тогда завершаем эфир. Если вопрос нет. Спасибо вам. Я вам спасибо. Надеюсь информативно. Так, ну если вопросов больше нет, тогда мы завершаем. Спасибо всем, кто был рядом. Опять тоже вопрос. Мы даже рассказывали. Как будут меняться зубы, если на них коронки? Они будут меняться так же, как и зубы без коронок. Ну то есть коронка будет вместе с зубом, с кульчей зуба двигаться, то есть качаться, шататься. И в итоге выпадет, когда полностью будут рассасываться корни молочного зуба. То есть это произойдет естественным путем. За это вы можете быть спокойным. Если вдруг не получается, потому что иногда зубы без каких-то коронок и восстановлений, бывает, что дети немножко все-таки переживают, когда зубы эти начинают быть подвижными. Они не раскачивают, боятся, есть какой-то страх. И тогда родители обращаются вместе с ребенком к врачу-стоматологу. Тогда врач-стоматолог уже удаляет такие зубы. То же самое в случае с зубов с коронками. И если самостоятельно не получилось раскачивать этот цук, то есть молочный, вы обращаетесь к врачу-детскому стоматологу. Ну, давайте, да, тогда завершать. Спасибо вам большое, благодаря всем за эфир. Пожалуйста, была рада общаться онлайн с вами. Соответственно, хорошего всем дня. Отдыхайте. Сегодня у нас такой выходной, да? Выходной день. Поэтому отдыхайте. До свидания. До свидания.